Мы знаем, вы слушаете Наших рижских слушателей Секреты профессии Во время игры подумать так Ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это В программе «Культурная среда» С Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас К сожалению, из Оренбурга С одной стороны, к сожалению С другой стороны, немножко еще с радостью Когда я узнала о том, что в Латвии Вели сначала чрезвычайную ситуацию То вместо того, чтобы 13 октября Оказаться в Риге Спешно отправилась в Оренбург Подумав, что все-таки здесь будет Более лояльная ситуация И, конечно И тем не менее, все равно Сохранялся мой концерт 5 ноября В Домском соборе И вот последняя новость о том, что в Риге ввели локдаун Комендантский час И вообще отменили все Даже для вакцинированных Это, конечно, на мой взгляд Убийственные новости Не способствуют не то, что восприятию культуры А просто даже восприятию жизни И все же я призываю вас не отчаиваться Призываю вас держаться И в этом как раз поможет Именно классическая музыка И, наверное, как никогда Именно органная музыка Потому что органная музыка На мой взгляд, органиста Это музыка, которая больше всего Приближена к Богу Чаще всего звучит в церквях Но даже когда звучит в концертном зале Все равно это как будто Общение с Богом И очень надеюсь, что Вот сейчас в это тяжелое время Когда опять все начинают Быть заперты по домам Вы начнете слушать Замечательные произведения В исполнении самых разных музыкантов А сегодня у нас в гостях Органистка, которая живет На два города В России В Самаре и в Казани Известная российская органистка Людмила Камелина Здравствуйте, Людмила Добрый день Спасибо за приглашение Да Наверное, надо немного быть Ближе к телефону Чтобы вас было хорошо слышно Чуть-чуть придвинуться Вот И еще чуть-чуть Да И еще чуть-чуть можно придвинуться Людмила солистка Самарской филармонии Там установлен большой инструмент И, конечно И также играет В церквях в Казани И это Правильно ли я все говорю, Людмила? Ничего я не напутала? Абсолютно Абсолютно верно, да Да И вот так вот вы живете На два города И как вам это удается? То есть я понимаю, что вы сейчас скажете Ну как, Лена Вот вы на двой стороне живете А я на два города Тем не менее Меня всегда удивляют Вот такие личности Которые вот так Не могут То есть масштаба личности Не хватает для одной страны И живут сразу В данном случае на два города Расскажите Ну вы знаете Между нами есть разница в том Что вы живете на две страны А я работаю на два города Потому что, в принципе, Казань Мой родной город И я уезжала и в Сибирь И потом я здесь жила в Самаре Но так получилось, что я начала работать В консерватории В Казанской В Казанской, да И поэтому вот так получается Что здесь у меня студенты А в Самарской филармонии Я продолжаю концертную деятельность В общем, это все понятно И удобно Было бы еще удобнее Если бы было транспортное сообщение Получше Но это такие вот мелочи жизни Трудности, с которыми мы справляемся А вот мне, кстати, было интересно Сегодня, когда готовилась к интервью Думала Мне кажется, нет прямого сообщения От Казани до Самары Неужели через Москву летаете? Я понимаю, что это не тема вашей А все равно интересно Ну а тем не менее Да, здесь 360 километров Между городами Но нет железнодорожного сообщения Нормального Вот Поэтому это автомобиль Да Ну, хорошо Это тоже приятно Расскажите Вот у вас был Открытие сезона В сентябре И это, конечно Была музыка Баха И я так понимаю Что у вас к этому композитору Тоже достаточно Такое Трепетное отношение Я думаю, что нет Органиста С другим отношением к Баху Но очень показательным был опыт Прошлого сезона Когда после локдауна Длительного И отмены концертов Весной 20-го года 6-го сентября Мы все-таки Открыли сезон И Открыли сезон Музыка Баха И было Удивительно много Желающих Прийти в филармонию И вот Я подумала Что это Очень верный был шаг Который поддержали Слушатели И Каким бы Ни был сезон Какими бы ни были Программы В течение сезона Мы конечно Стараемся Чтобы Слушатель имел Выбор Между композиторами Эпохами Жанрами Но Абсолютно Точно Что Открываться Надо Музыка Баха И Опять же Вот этот концерт Который только что У нас был Он показал Что мы были правы Это правильное начало Действительно Правильное Действительно Музыка Баха Она Помогает Мне кажется Даже справиться Вот с этой Ситуацией в мире Которая продолжается Нам все кажется Скоро кончится Но наверное Уже стоит подумать О том Что это никогда не кончится И нам в этом жить И просто надо жить В других реалиях Людмила Расскажите У каждого органиста Свой путь К этому инструменту И Иногда Очень тернистый Сложный Потому что Все начинают Кто как пианист Кто как музыковеды Только Новое поколение Которое Сейчас Молодежь Имеет Возможность Обучаться уже Сразу на органе С музыкальной школы А так В основном Даже наши мэтры Начинали на органе Играть Глубоко За 20 Только придя К этому инструменту Как ваш путь Каким был ваш путь К органу Ну Боюсь показаться Не скромной Но я как раз Вот В числе тех мэтров Потому что Я поступила В консерваторию Как феолистка И когда была На первом курсе В консерватории Становили учебный орган И конечно Весь наш курс И не только наш Все поспешили Записаться В класс органа И вот так Случилось Мое знакомство С органом На первом курсе В консерватории Но я была Настолько влюблена В фортепиано И что После окончания Консерватории Несмотря на то Что у меня был Двойной диплом Фортепиано и орган Я преподавала Специальное фортепиано В одном Специальных училищ Пока Не оказалась В Питунде На концерте Лео Кремера Это был поворот Это вот Судьба Сделала такой Кульбит Я переоделась В воздухе И в общем Далеко За 20 Я решила Что Мне Очень нравится Этот инструмент Он живой Он необыкновенно Эмоциональный И вместе с тем Он Созволяет Играть глубокую Философскую музыку Так же Как любой другой Инструмент Но Самым удивительным Было тогда Для меня Услышать Вот в этой машине Сложный Огромный Живые Абсолютно Человеческие Чувства И эмоции И потом Я уже уехала Во Фрайбург В Германию Училась В классе Сад Марии И мне Необычайно Повезло Что Вернувшись В Россию Я получила Место Состоятельской Филармонии Потом Попросилась В Самару Потому что Все-таки Я человек В Волге И несмотря На Преимущества Жизни В Сибири Я влюблена В этот край В природу Чудесных Музыкантов Которых Там очень Много Я все-таки Душой Всегда рвалась На Волгу И вот Мне опять Очень повезло Что Меня приняли В Самарскую Филармонию И Вот таким образом Как-то сложилось Я считаю Что счастливо Действительно Это большое счастье Потому что Это реализация Творческая И Жить в любимом краю И играть На любимом инструменте Расскажите Какой инструмент Какой орган Установлен В Самарской Филармонии В концертном зале Он больше Приспособлен Для исполнения Музыки Либо Вот там XVII века XX Не очень любят Когда На нем играют Романтику Французскую Потому что Языки Ну вы знаете Определенные регистры Которые нужны Для романтики Французской Они здесь Ну просто Отсутствуют Но мы играем Конечно Мы играем Любую музыку Но Инструмент большой И самое важное Отличие От многих Городих Площадков Это большая сцена На которой Помещается Симфонический Оркестр И то есть Я вообще Переиграла Здесь Портуар Для органа С оркестром Потрясающе И конечно Как у любого Органиста Который Время Находится Наедине С собой И чаще всего Ночами Репетирует То Огромное счастье Что я имею Возможность Под ансамблево Музицирование С прекрасными Коллегами Самарской Филармонии И с Гастролерами Вот Это то Что мне кажется Отличает Именно Органную Сферу Самар Самар Прекрасно Расскажите Какие инструменты То есть В вашем родном Городе В Казани То есть Помимо Прекрасного Инструмента В академии В консерватории Да И удается ли вам Тоже там Давать концерты Вы говорили Что там еще есть Церкви Для меня Было очень необычным Узнать Что католическая Церковь Есть в Казани Мне казалось Что это такое Абсолютно Национальное Как бы Государство В государстве А вы просто Развенчили Мои мифы Нет Что касается Церквей То и католических Литеранцев Сейчас очень много В России Которые Если есть Возможности Покупают Или принимают В дар Духовые инструменты То есть Инструменты Где Источник звука Это труба Или Это электронные Инструменты Которые сейчас Существуют Наравне Духовые Так вот В Казани Два инструмента Консерватории Это учебная О которой Я только что Говорила Которая появилась В 78-м году В 79-м И большой Инструмент Флендеров В большом Зале В государственном Концертном Зале Роскошный Роскошный Французский Инструмент И есть Две церкви Одна Литеранская С Инструментом Который Прибыл из Штутберта Небольшой Говорят Что Валькер На Два Мануала Там Порядка Десятка Регистра И Другая Литеранская Церковь Финская Там Электронный Инструмент Хороший Так что В общем Концертная Жизнь Как-то Идет Не только На Сценах Консерватории Дорогие Друзья Наша Традиционная Реклама В середине Нашей передачи Культурная Среда Не отключайтесь С вами я Елена Привалова И у нас Сегодня Замечательная Гость Органистка Российская Органистка Людмила Камелина Встретимся После рекламы Слушайте Радио Болтком Две Продолжение следует Продолжение следует Радио Болтком Дорогие друзья Продолжаем Нашу передачу Культурная Среда Такая Забавная Реклама Была Максим Чтобы Всего Хватало Я хочу Чтобы вам Хватало В жизни Радости Ярких Красок Несмотря На то Что Рига С наступлением Осени Становится Немножко Мрачноватой Серой И тем более Локдаун Приводит К тому Что Наверное Еще Большее Количество Людей Впадет Депрессию Я сама Знаю Что это Такое Страшное Дело Когда Переживала Локдаун С 6 ноября Предыдущего Года До 1 апреля Действительно Очень тяжелое Время И надо Держаться 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 Все Мести Слушать Хорошую Музыку Потому Что Музыка Даже Я не знаю Можно ли Сейчас Ходить в церковь В Риге Разрешено Ли Это Но Если Не разрешено То Слушайте Музыку Слушайте Классическая Музыка Она Действительно Излечивает Все Сердца И души Это То Что нам Сейчас Просто Необходимо У нас В гостях Сегодня Российская Органистка Солистка Самарской Филармонии Штатный Органист Людмила Камелина Людмила Как вы Переживали У вас Тоже Был Локдаун Правда Гораздо Короче И всего Один Если уже В Латвии Это третье Мероприятие То К счастью В Латвии Это В России Это пока Был один Я надеюсь Что будет Один Что Страна Не пойдет По этому Пути Как Чем вы Занимались В то время Какие были Мысли Чем спасались Вы знаете Я наверное Вот Немножко Буду противоречить Тому Что вы говорили Потому что У нас Локдаун Был С конца Марта 20-го Года И где-то До июля До июня Он был Не могу сказать Что очень жесткий Потому что В России Трудно Жестко Требовать От населения Население Это слишком Большая страна Всегда найдет Возможность Да Вот Где-то Смельчить Эти жуткие Порядки Вот Я должна сказать Что Я должна сказать Что я очень хорошо Провела это время Потому что Суета Которая связана Вот Перемещение Между городами Подготовка Разных программ И Вот И студенчество И какие-то Домашние дела Я вдруг поняла Что Жить Вот На одной территории Какое-то время Надо Для того Чтобы привести В порядок Свой дом Свои мысли Спокойненько Выучить программы Сделать Какой-то Задел На следующий сезон То есть Сформировать Следующий сезон Когда появилась Возможность Выезжать За город У меня есть дача То мы-то Выезжали На дачу То есть Это было Какое-то время Погружения В себя На самом деле Вместе С ужасом Который Конечно Он иногда Накрывал Ужас Связанный С новой Болезнью С новыми Трудностями С новыми Опасностями Вместе С тем Появились Какие-то Новые Для меня Вот Стороны Жизни Я для себя Открыла Вот Повторяю Это Погружение В себя В свой Мир И Вот Перствование На какое-то Время Просто Вот Обратить На внимание На себя На свою Жизнь На то Что тебя Окружает Привести Это В порядок В комфорт И Навести Красоту Это то На что Не всегда Хватало У меня Времени Может быть Потому что Я не умею Это делать В том Объеме В котором Так что Возвращение На сцену В сентябре Вот Двадцатого Года Оно было Конечно Очень Желанным И Оно было Умиротворенным Вот после Этого Периода Я так могу сказать Желанным Да И радостным Конечно Сейчас у нас Жители В Латвии Совсем У многих Другая ситуация Потому что Многие лишены работы Это Сфера красоты Сфера Да То есть Когда просто Элементарно У них Страх О хлебе Насущном И В эти Периоды Конечно Только Единственное Мне кажется Чтобы не Зайти с ума Это Уповать На Бога Потому что Знать что Все равно Все во власти Бога Больно Все воля Бога И главное Любовь Бога И конечно Я вот Очень люблю Слушать музыку Русских В душе И с одной Стороны И вот это Чувствуется Такое Упадническое Настроение Меланхолия Грусть Но в то же Время Все равно Остается Желание К чему-то Двигаться Вперед И вот Дорогие Радиослушатели Очень рекомендую Вам сейчас В этот период Послушать Сергея Рахманинова Второй Третий Концерт Наверное Даже Неважно В чьем Исполнении Потому что Эта музыка Настолько Великая Так же Как музыка Баха Она действительно Помогает Справиться С этой Меланхолией И осенней В данном случае Еще и Правительственными Издержками Людмила Какие у Вас Любимые Произведения Что бы Вы Посоветовали Послушать Слушателям После нашей Передачи Мне кажется Что в дополнение К тому Что Вы сказали Что несмотря На то что Эта музыка Полна меланхолии Она Наполняет Силами Человека Который С этой музыкой Вот Это очень важно И Дух Он укрепляется Что касается Вот моих Предпочтений Ну Вы знаете Я вот Ну Бах Бах И еще раз И Адам Себастьян Бах Потому что Все остальное Оно конечно Оно может быть И красивым И эффектным Но Тем Мысль Которая Движет Двигала Бахом Когда он Писал Эту музыку И его Вера Она не может Она не может Не воздействовать И она не может Не оказать Того влияния Которое Мы ждем От И когда У меня Удается Есть время Я на самом деле Я безумно люблю Страсти по Москве И вообще Любые Контакты Я могу Слушать Бесконечно Я просто Включаю В ютюбе У меня Звучит Вот это музыка Мне кажется Что это То что Когда-то Владимир Эшферин Назвал Нечеловечным Правда Он говорил Это о Висковине Да Но мне кажется Что это Его рукой Баха Двигала Высшее Высшее Село Да При этом Жизнь у Баха Очень трудная У него Был 21 Ребенок Из которых Живых Осталось 13 Только Представить Что все равно Ему периодически Приходилось Хранить своих детей Приходилось Очень тяжело Работать Его Именно Жизненный Путь Он не был Легким А как раз Тернистым Сложным И То как он Шел К своей лестнице По карьере Вызывает Восхищение И уважение В то же время Понимаешь Насколько Трудно ему Жилось И он Создавал музыку Самых разных Планов Это и драматичная музыка И в то же время Яркие произведения Торжественные Мажорные И в любом произведении Можно найти Вот этот божественный цвет Не случайно Перед каждым Начале каждого произведения Он писал Соли Део Глория То есть это действительно Очень важно Может быть у вас есть Какое-то любимое Органное сечение Баха То есть вот Я тоже очень рекомендую Слушателям Если есть Два с половиной часа Это послушать Страсти по Матфею Это грандиозное Произведение Может быть меньше Конечно Два с половиной Вот Может быть Людмилу Вы посоветуете Какие-нибудь еще Органные сочинения Так как вы органист Я органист И конечно Мы проповедуем Органную музыку Ну знаете Вы везло на то Согласитесь Что всякий раз Когда мы берем Возвращаемся К тому что Казалось бы Уже давно выучено И много раз вспомнено То удивляешься Как же я Этого раньше не слышал Да Вот вдруг Какие-то Слывают детали Интонации Которые Как-то прошли мимо И они Вскрывают Новые глубины В том или другом Сочинении Я Преклоняюсь Перед вашим Просто подвигом Что вы записали Света Катебаха Я представляю Кроме того Что это огромный Срукт Какая-то радость И Вот Ну просто Восхищаюсь Спасибо Я очень Время-минорную Преклоню Мне кажется Это музыка Которая Вот Которая Как тот путь Который проделал Иисус Да Идя на Голговку Вот Это музыка Которая помогает Двигаться Это музыка Которая Поддерживает Вот Только что Я Играла Ре-мажорную Совершенно Другая музыка Но С каким Светом Ярким Светом С торжеством Радости Мироздания Вот это Все освещено И Ну конечно Любимые Кораллы Из-за Натальти Там Среди язычников Спасителей Это Вот Из этого Тоже Никуда Ну вот Наверное И конечно Концерты Я очень люблю Минорные Концерты Возили Вот То Переложение Которое Улучшило Мне кажется Сочинение Автора Антонио Вивальди И стало Еще чаще Исполняться Да Людмила Вы Являетесь Связующей Ниточкой Между Вот Теми Старшим Поколением Органистов Которые Создавали Советскую Органную Школу И вот этим Молодым Поколением Которые Уже Хотя Вы Тоже Помимо Того Что Вы Обучались По Старой Советской Школе То есть У Педагогов И Вы Еще Обучались В Германии Получили Но Все равно Вот Это Связующее Вы Как изменилась Органная Жизнь Вот того Времени Когда Вы Начинали И вот Что Собой Сейчас Представляет Я понимаю Что это Очень Сложный Вопрос Но Все равно Может быть Есть Какие-то Мысли С одной Сторон Сложно С другой Очень Простой Потому Что Конечно Количество Органных Концертов Увеличилось В разы Сколько Было Примерно Концертов Когда Вы Учились Ну Я думаю Что За сезоном В нашем Зале Концертного Концерваторского Их было Может быть Ну Если сезон Это 8 месяцев Ну Полтора В месяц То есть Наверное Концертов 12 Может быть Вот так В год Да В год Сейчас Если считать Большой Концертный Зал И Зал На учебном Вот В нашей Учебной Аудитории В малом Органный Зал Концерваторский Учебный Ну Там Конечно Концертов Очень Много А кроме Того Я же Два Рецепт Которых Это тоже Проходит Да То есть Конечно Органная Культура Стала Ближе Но Она Не Стала Менее Интригующей Для Слушателя У Нас Мы Должны Благодарить Просто идут На орган Просто идут На орган Даже Хотя Я должна Сказать Что Я замечаю По Самаре Я туда приехала Орган установили В 2001 А я приехала В 2004 Это было Самое начало И я была На самом деле Первым Штатным Организмом Организм Которым Позволили Формировать Органную Аудиторию Я должна Сказать Что Меня Очень радует Когда Приходят Все-таки На программу На Баха Например Или на программу Которая Со струнным Ансамблем На камерные Какие-то Программы Это значит Что Пусть Небольшая Часть Общей Аудитории Которая Интересуется Этим Жанром Но Она Все-таки Уже Имеет Какой-то Слушательский Опыт И Может Свои Предпочтения Выражать Что Скупает Билеты На Другой Концерт Конечно Жизнь Стала Гораздо Интереснее Я уж Не говорю О том Что-то Потерялся Людмила Вы Отключили Звук Видимо И Вот Да Вы Отключили Звук Сейчас Появился У меня Просто Телефон Я Отключила Телефон Репертуар Мы Конечно Настолько Сейчас Расширяем Возможности Этого Инструмента Как я Говорю Что Вообще Орган Это Идеальный Пьедестал Вот Он Может С блокфлейт И быть Органичным И он Может Звучать С огромным Симфоническим Оркестром Абсолютно На равных Любой Солист С органом Всегда Выглядит С огромным Достоинством И очень Убедительно Орган Это Идеальный Партнер Сейчас Очень много Играют Музыки Популярной В том числе И джазовой Я не могу сказать Что я горячий Сторонник Этого Но Почему бы Нет Можно попробовать И в этом Качестве Инструмент Расширение Расширение Горизонтов Происходит И пусть Та публика Которая Пришла На концерт Предположим Какого-то Дип Кепл Или еще Что-нибудь Исполняется На органе Но Она послушала Орган В первую жизнь И может быть Потом Ей захочется Прийти Послушать Франка Или Фрескобальди Тоже возможно Ну Это вот Как раз Моя задача Когда Я провожу Фестиваль Органные Вечера В Кусково И Это Электронный Орган Потому что Действительно Электронный Орган Это компромисс Он никогда Не сравнится С хорошим Духовым Инструментом Хотя Это возможность Исполнять Любой Репертуар Как на Большом Симфоническом Инструменте И Наверное Именно Поэтому В небольших Церквях Предпочитают Поставить Небольшой Электронный Орган Даже Трех Мануальный Это дешевле Чем По габаритам Они могут Поставить Например Орган Позитив На 8 Регистров И уже Быть ограниченным В репертуаре Конечно Это всегда Большие сложности Но для меня Вот самое важное Для организатора Фестиваля Чтобы После этого Фестиваля После концерта На электронном Органе Люди пошли Слушать Настоящий Духовой Инструмент После Популярной Программы Органы Саксофон Или органы Маримба Музыки Кино Они захотели Пойти Послушать Как вы сказали Фрискобальди Франк И конечно Баха Чтобы Именно Такая Преемственность Начиналась Я знаю Что даже В Риге В городе С огромными Органными Традициями С прекрасными Инструментами Очень много Людей Которые еще Ни разу Не слышали Этот инструмент И конечно В процентном Соотношении Таких людей В России Гораздо Больше Как вы думаете Людмила А что может Поспособствовать Тому Чтобы Человека С улицы Который Никогда Не слышал Органную музыку Зашел Или в церковь Или в филармонию Услышать Услышать орган Как вы думаете Что может Поспособствовать Мне кажется Что те Кто проходит Мимо церкви Они все Разные Вот кого-то Привлекает То О чем вы Только что Говорили Орган и Маринба Или Орган и Дудук То есть Орган В принципе Воспринимается Большинством Как Нечто Экзотическое Для России Это пока Еще какой-то Эксклюзив Вот И поэтому Предложение Послушать музыку Вот в таком Контексте С Включением В программу Популярной музыки Это один путь Другой путь Это Обозначить Программу Как Приглашение К размышлению О каких-то Очень глубоких Вещах То есть В содружестве С церковным Пастором Там Я не знаю С кем-то Да Находить Такие Крючочки На которые Манки Как говорят В театре Которые могут Привлечь людей Задумывающихся Какой-то философии Глубокой О жизни О ценностях Следующий Момент Очень важный Надо обязательно Делать детские Программы Потому что Когда Родители Не знают Куда пойти С детьми И вдруг Они видят Что вот Сегодня Органный Концерт Для детей Может быть Они придут Туда Случайно И не факт Что ребенок Станет музыкантом Но родители Потом придут Сами на концерт Так что Вот путей Тут На самом деле Мне кажется Очень много Мы должны Если мы хотим Чтобы к нам Приходила публика Мы должны Все время Искать что-то И разговаривать Вот Ваша программа Вот Это на радио Мне кажется Она очень важна Потому что Исполнитель Ну лишен Во время концертов Возможности Что-то объяснить Правда И если Появляется Такая Вот Оказия Такая возможность То ее конечно Надо использовать Потому что Мы можем И вербально Заинтересовать Тех Кто Кто хочет Поговорить Вот Задать вопросы Поэтому У меня Даже После детских Концертов Я приглашаю На сцену Ну ограниченное Число детей С которыми Более подробно Говорю об Аркане Которые задают Мне вопросы Потому что У нас зал На тысячу мест В Самаре И Как бы Выслушать вопросы От каждого Я не могу Но у нас На каждом концерте Есть вот эта Вот определенная часть Которая допускается Прямо на сцену Ну кстати Вы же еще Делаете Вступительное слово Рассказываете О музыке Которую будете Исполнять Это тоже важно Потому что Даже несмотря на то Что у нас Прекрасный Прекрасная ведущая Там Но Я как исполнитель Хочу чтобы слушатели Обратили внимание На какую-то Вот там Субстанцию В этом В одном Или другом Сочинении Чтобы они Вот это услышали А ведущая Она же говорит Какие-то вещи Которые Ей кажутся важными Вот иногда Это вот просто Не совпадает Иногда это полностью Противоречит Друг другу Дорогие друзья К сожалению Наша передача Подходит к концу У нас сегодня В гостях Была замечательная Органистка Солистка Самарской Филармонии И педагог Профессор Да Профессор Профессор Казанской Консерватории Доцент Значит Скоро будете Профессором Доцент Мы вам этого Искренне желаем Доцент Казанской Консерватории Людмила Камелина Которая устраивает Замечательные концерты И в Самаре И в Казани Живет вот так На два города Но именно На своей родине На Волге Большое спасибо Людмила За замечательную беседу Желаю вам Больших успехов И до новых встреч В эфире И в жизни Спасибо большое Вам успехов И здоровья Берегите себя Спасибо До свидания Дорогие радиослушатели До новых встреч Радио Болткома Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров